Молодец. Баба. Она сердцем чует. А как это интересно? Еще раз. Конкретно интересно. Ты ж с королем живешь, блин, вместе. Это твой, блин, муж. Как ты оказалась здесь, а его не оказалось? И тут тебя нахлобучило. А мужа-то нет. Что-то не так. Я думал, кого не хватает? Фомки не хватает. А тут начинает складывать. Один плюс один. Не только Фомки нет. Но и мамки его. То есть, тут это... У нас тут... Как-то несложно, по-моему. Но Марфутка другое сообразила. Что только мамы Лены нет. А король, значит, не интересует. Не, она же сказала, что Фомки нет. Она сказала, что Фомки нет. И мамы Лены нет. Она не вкладывает это в кучу. То, что Фомки нет, ты, наверное, заметила, когда из дома выходила. И вот ты всю дорогу, пока шла туда, тебя вообще не насторожило, что короля с тобой нет. И мракобеса это не насторожило. Который, вообще-то, вместе с королем суд делать должен. Ну, в смысле, в его присутствии. Иначе это не считается. Под его дланью. Ну, какая-то херня вообще. Полная. Тем более, что Фомка-то уже все. Он уже маму Лену не любит. Он теперь бракобеса любит. Нам это только что показали в прошлой серии. Когда дядя Ейный говорит, твое место возле Параши. Иди туда к бабам. Там послушай, что сейчас умное скажут. Ну, она пошла и послушала на галерочку, куда послали. Фомка уже все. Он уже под рукой мракобеса. Он его с собой на поводке водить должен. Ай, блин. Я тоже плакал в руке с approximately кожей югорюн. Из-заacuju о шматах PV и секс с тем более вс Viele. Это было удобно.